Привет, мои хорошие! С вами Селена Свеи, и сегодня мы будем с вами затемнять корни, так, чтобы у нас получилось омбре. Искала много разных роликов, очень сложно вообще самой себе это сделать, техник всяких. В общем, я придумала что-то, как я это буду делать. Мы посмотрим, что из этого выйдет. Как видите, у меня уже корни изрядно выросли. Я сейчас без микрофона, так что извиняюсь, если будет звук какой-то не такой, я постараюсь погромче говорить. Итак, что нам понадобится? Искала какую-то краску, вы знаете, что я без аммиака пользуюсь краской, но в этот раз я зашла в магазин, так как моя без аммиака, она муссом, она достаточно жидкая, да, а нам нужно рисовать более-менее на голове, придется. Поэтому я взяла тоже от Шварцкопф темно-русый цвет. Свой цвет у меня светло-русый, но с учетом того, что краска чуть-чуть подсмоется, я решила взять темно-русый цвет. Немного страшно даже. Я взяла палет, потому что у них есть, в других как-то непонятно, каштановый, коричневый. Нам понадобится кисточка и... Только штучку купила в фикс-прайсе за 47 рублей сегодня. И вот что здесь у нас будет. Эти вещи мы смешаем, перчаточки. Итак, еще нам нужно одеть какую-нибудь ненужную, которую не жалко испачкать, футболку обязательно. Итак, я все смешала, как в инструкции, красочку. Я на всякий случай взяла две красочки, мало ли, что вдруг не хватит, я переживаю. Итак, с чего я начну? Я начну снизу, я отделю вот так вот верхнюю часть. Низ у нас обычно не просматривается, поэтому с ним отделила верхнюю часть и наколола. Для начала я закрашиваю корни. Не очень удобно, конечно, сзади, но как получится. Итак, я одела перчаточки и начала красить сзади. Сейчас все на обестреночке, буду вам говорить. Сначала я использовала кисточку, ей очень неудобно красить, так как я привыкла красить муссами и руками. В итоге мне потом надоело красить кисточкой, потому что в ней запутываются мои волосы, я ничего не вижу сзади. В итоге я убрала эту кисточку и начала красить просто руками. За все это время, когда я все красила, я поняла, что любую краску можно брать. Точно так же можно было использовать мой мусс. Просто как вы красите корни, если у вас был такой опыт, вы просто красите корни. Лучше сильно длинными не делать, ну, то есть от корня, да. Конечно, кто хочет совсем беленькие кончики, то можно кончики. В общем, сначала я покрасила сзади, руками уже закрасила и протянула расческой. Дальше я распустила все свои волосы, опять начала кисточкой, но мне так было ей неудобно. В итоге я брала прятки, вот сейчас вы увидите, как я это делаю просто вот руками. И еще момент. Краска быстро хватается на светлых. У меня вот потом, сейчас не будет видно, конечно, на видео, но я потом замечаю, что были прятки, на которых попало темно-русый цвет. Вот это, да, и прям такое пятно было. И даже когда я смывала, мне не удалось все смыть. Будьте аккуратны, когда вот сейчас у меня видно, что руками я перчатками берусь за белую прядь. Если у вас там краска, то на белой пряди останется темная краска. Будьте внимательны, осторожны в этот момент. Вот разделяла просто по прядке, вот так вот, да, проборчиками и наносила просто на корень и чуть-чуть удлиняла. Чуть-чуть протягивала расчесочкой, именно плавный переход был за счет расчесочки у нас. Так же сделала на другой стороне. Вот еще расческой я протягивала аж до самого конца. Сейчас бы я тоже не стала бы этого делать, до самого конца не протягивала, потому что от расчески тоже на ней бывает остается темно-русая вот эта краска, и тоже пятном ложится на светлые пряди. Некрасиво. В общем, здесь нужно аккуратно, даже когда вы прядь на прядь кладете вверху, то же самое может отпечататься. Вот видите, сейчас очень аккуратно, тоже смотрите, чтобы не пропечаталось. Потом, когда я все закончила, волосы назад, немножечко промассировала голову тоже, чтобы распределить как следует краску. Потом я подтерла все, что лишнее. Дальше я вот так вот, кстати, скручивала жгутиками волосы, и что тоже, наверное, сейчас я не делала, потому что тоже там могут отпечатываться неравномеренно. Лучше оставлять их просто ровненько, да. Я потом взяла, через какое-то время, через 15 минут буквально, все эти волосы расчесала. То есть я их сначала прочесала, да, то есть от темного к белому вот так вот сделала, протянула красочку нашу. И через 15 минут потом еще протянула, чтобы ровненько было. В принципе, даже на этой стадии можно видеть, где взялось пятнами, а где нет. Поэтому постараться предотвратить, во всяком случае, темным закрасить. Вот у меня с этой стороны как раз-таки белое там осталось, можно было бы закрасить, но я не увидела. Это я только сейчас уже вижу, да, опять его эти жгутики. В принципе, сильно не испортила жгутиками, но сейчас бы я этого не делала. Жгутиками бы не складывала все. Ну, в общем, вот так вот все по пряткам протянула. Самый главный совет, это просто мы красим корни и аккуратно протягиваем все расческой. И следим за тем, чтобы темное не попадало на белое. И все, через 15 минут, значит, я прочесала еще раз. И потом все, ждала остальные 10-15 минут. Ждем 30 минут где-то примерно. Может 40. И так, прошло минут 15. Что я сделала? Ну, распустила волосы. Вот так вот немножечко расчесала их, чуть протянула тут где-то. Я вижу, что совсем неравномерные у меня вещи, да, получились. Ну, надо смотреть как будто на сухие волосы. А волосы чуть протянула к концу, и то, что у меня попало на кончике, я промыла, чтобы не было пятен. Хотя что-то у меня осталось там. Вот, смотрите, что сзади. Не особо видно. Прошло минут 15 после того, как я все накрасила. Через минут 10 я пойду все смывать и сушить. Посмотрим, что получилось. Итак, смотрим, что у нас получилось. Как видите, у меня получились пряди вот эти темные, хотя лучше их сделать светлыми. И я думаю, что я еще второй раз потом сделаю. Чисто по концам пройду светлым. Видите, да? Итак, следующий шаг у нас может быть это... Может быть, может и не быть. В принципе, и так хорошо. Это засветлить еще кончики и осветлить вот эти пряди. Я думаю, что это будет, в принципе, делаться легко. Не знаю, буду я это делать или не буду вам показывать. Но заодно покажу. Просто если вы темненькая и будете осветлять концы, то я лично буду делать это так. Беру прядь. Делаю начес. То есть убираю волосы, да, вот эти вот лишние. И потом крашу вот то, что осталось на кончиках. Их высветляю. И так по всему периметру. И отдельно прядки можно вот здесь просто высветить. Вот что у нас получилось. Мне очень нравится. Сама сделала. Итак, если вам мое видео было интересно и полезно, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok